Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и сегодня я представляю мини мастер-класс пасхальный букет из яйца. Посмотрите, какой интересный и красивый мини-букет у нас с вами получится в конце мастер-класса. Подписывайтесь на мой канал Мода Букет в Ютубе, а также на группу ВКонтакте Мода Букет. Инструменты и материалы, которые нам понадобятся для создания пасхального букета из яйца. Первое, это конечно же яйцо белого цвета, сваренное вкрутую. Затем нам понадобится, чтобы нарисовать на нем лицо нашей девушки, это фломастеры. У меня пищевые фломастеры. Также понадобится 4 шпажки сантиметров 20-25, небольшой кусочек пенопласта. Увидите, для чего он нужен будет ножницы, скотч, лента, либо шпагат для перевязки. И для упаковки самого букета нам нужно будет крак-бумагу, у меня красный, белый горох, калька, а также для декора понадобятся веточки вербы. Итак, приступаем к созданию нашего букета. Первое, что нам необходимо сделать, это закрепить яйцо. Что мы делаем? Мы берем 4 шпажки и скрепляем их между собой, просто скотчем. Смотрите, начинаем от тупого конца и движемся вот к этому. Закрепили. Теперь нам понадобится кусочек пенопласта, вот такой вот квадратный. Размер его где-то сантиметр на сантиметр и мы просто его протыкаем. Вот так вот. Вот что у нас должно получиться. Вот такая вот площадка для закрепления яйца нашего. Берем яйцо, где острее часть, это как раз и будет, оно у нас будет крепиться к пенопласту. Вот смотрите, видите? То есть не вот так вот, а именно более узкой частью мы прикрепляем к пенопласту. Прикрепляем скотчем. Посмотрите как. Я ставлю прям под центр и слегка вот так вот прикрепляю. Видите? Теперь еще и подкреплю к самой шпажке. Вот. Прям самый кончик. Все, посмотрите, все готово. Не беспокойтесь. Оно у нас не выпадет. Посмотрите, видите? Все, оно вот здесь вот закреплено на скотч и хорошо держится. Теперь мы приступим к созданию образа нашей девушки. Для этого, что нам необходимо? Нам будет необходимо сначала завязать ей платок. Что мы делаем? Мы берем вот такой вот квадрат. Я вырезала уже. Размер где-то 15 на 15. Делаем вот такую вот косыночку. И сейчас мы ее с вами будем завязывать. Вот, посмотрите, что мы делаем. Мы ее вот так завязываем. Посмотрите, видите? Вот так вот просто. Посмотрите. И нам понадобится бечевка. Просто завязываем. Платочек мы завязали. Теперь нам необходимо будет разукрасить нашу девушку. За основу для лица я брала лицо матрешки. Поэтому, если какие-то сложности возникнут, вы можете взять, посмотреть в интернете, как рисуется матрешка. То есть она достаточно легко рисуется. То есть сначала мы делаем... Смотрите, что мы делаем. Для чего мы сначала с вами сделали платок? Чтобы нарисовать волосы, да? Чтобы у нас не было здесь пустых мест. Итак, сначала нарисуем вот волосы. Потом разукрашу я волосы. И дальше мы рисуем брови, глаза, нос и рот. Значит, смотрите. Брови, туки. Такие вот брови. Теперь глаза рисуем. Можно потренироваться сначала на листке бумаги. Носик рисуем вот такой вот, схематичный. Это вот всё, что я нарисовала чёрным. Так, глаза. Не до конца. Ресницы. Так, и теперь останется нам глаза нарисовать и губы. Рисуем вот такие вот здесь вот пухлые губы. Так вот. И голубые глаза. И теперь просто мы с вами разукрасим наши волосы, чтобы было красиво. Волосы мы с вами разукрасили. Также можно сделать щёчки. То есть вот здесь вот делаем маленькие щёчки вот такие. Как у матрёшки. Вот такая вот девушка у нас с вами получилась. Смотрите. Красивая, симпатичная. Теперь нам необходимо вот здесь вот задекорировать нашу часть, чтобы не было видно вот этих технических моментов. Что мы для этого делаем? Мы отрезаем кальпу. Где-то нам понадобится один кусочек. Сворачиваем. Вот тут вот. Вот видите. Суть пониже опускаем. И просто подкрепляем на кусочек скотч. Нам теперь осталось только задекорировать, добавить декор. Это у нас верба. Могут также быть конфеты, если вы хотите, чтобы у вас был букет не только яйцо, но и конфеты. Итак, я покажу только с декором, с вербой и с яйцом. Просто закрепляем тоже на скотч. Все готово. Наша основа с вами для букета готова. Осталось только нам ее красиво упаковать. Для упаковки я возьму крафт. Длина его 70 сантиметров. Ширину я возьму где-то примерно около 30 сантиметров. Нам этого будет достаточно, так как букет небольшой. Отрезаем. И делим эту длину на две половинки. То есть где-то 35 сантиметров нам нужно будет длиной. Одну часть оставляем, а вторую часть мы делим тоже ровно пополам. Нам еще нужна будет калька. Где-то по ширине сантиметров 10 достаточно будет. Также еще на спинку нам с вами потребуется небольшой кусок вот такой красной бумаги. Почему? Если у вас она двухсторонняя, в принципе достаточно будет просто кальку. На спинку вот так вот мы с вами положим. Если же это вот как у меня у вас вот такая бумага, да, то есть здесь у меня она красного цвета, а внутри белого, то лучше задекорировать. Поэтому я возьму еще, отрежу где-то сантиметров 10 по ширине и сантиметров 20 по длине. Итак, что мы берем. Самый большой наш кусок, который получился, он где-то вот получился 30 на 35 сантиметров. Берем отрезок красного крафта небольшой и небольшой кусочек кальки. Кладем букет. Просто наискосок кладем. Все очень легко. И теперь мы что делаем. Берем вот эти, они сами края загибаются и в середине просто их сминаем. Вот так вот. То же самое и другого края делаем. Просто аккуратненько сминаем пальчиками. Вот видите, как получилось у нас. Смотрите, вот. Это пока часть упаковки. И следующий шаг. Прикладываем, равняем вот здесь. И все то же самое повторяем. Сминаем. Осталось только перевязать. Вот такой вот красивый, бюджетный, праздничный букетик Пасхи у нас с вами получился. Поздравляйте своих близких с праздником. Радуйте, удивляйте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова